Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. Я и ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с соблюдением прав от граждан, отбывающих наказания в исправительных учреждениях. В народе говорят, от суммы до тюрьмы не зарекайся. Встав на неправильный путь, а иногда просто оступившись, человек может попасть в места не столь отдаленные. Находясь в замкнутом пространстве и в определенной зависимости от сотрудников колонии, вдали от родных и близких, адвокатов и правозащитников, а иногда в окружении соседей, нежелающих жить по законам права и общечеловеческой морали, человека порой гораздо сложнее защитить свои права, чем на воле. Но и для таких граждан есть прокурор, в чью миссию входит обеспечение законности в местах лишения свободы. А насколько соблюдаются права осужденных в исправительных учреждениях Чувашской Республики, мы выясним сегодня у нашего гостя. Сегодня от студии Чебоксаровский прокурор по назору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашской Республики Петр Петрович Филиппов. Здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте. Петр Петрович, вы возглавляете Чебоксаровскую прокуратуру по назору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чувашской Республики. Вот вы можете сказать, в чем специфика вашей прокуратуры, которую возглавляете, Чем она отличается от обычных городских районов прокуратуры? Тбоксарская прокуратура по Назору за соблюдением законов и правительств путешествий в Чувашской Уфлике является специализированной прокуратурой. Основной задачей которой является Назор за соблюдение законов и правительств путешествий в Чувашской Уфлике, где предусмотрено угол наказания в виде личного свободы. Это не говоря о том, что прокуратура надирает только за исполнение законов, исправительное законодательство. Прокуратура надирает также за исполнение трудового, бюджетного, антимонопольного законодательства, законодательства против коррупции, санитарно-эпидемиологического законодательства и другие. Поле деятельности здесь очень широкое. А сколько в республике у нас насчитывается исправительных учреждений? Их насчитывается в республике 9. Это одна колония поселения, одно лечебное исправительное учреждение, три колонии строгого режима и четыре колонии общего режима. А в чем отличие условия отбывания наказания, например, в колонии общего режима и в колонии строгого режима? Ну, в основном они отличаются условиями содержания, ну и в том числе количеством свиданий, предоставляемых осужденным, количеством передач, количеством разрешаемых им средств администрации на личные нужды, на предметы первой необходимости, на покупку продуктов питания. А для чего существует лечебное исправительное учреждение? Вы говорите, что у нас есть в республике также лечебное исправительное учреждение. Лечебное исправительное учреждение существует для лечения осужденных, которые болеют открытой формой туперкулеза, наркоманией, алкоголизмом. Но кроме этого, также в исправительных учреждениях имеются больницы, медчащие. В основном, лечебное исправительное учреждение – это одно, которое у нас находится, это ЛИУ-7, коррект-детивистский. Мне хотелось бы поподробнее остановиться на обязанностях осужденных. На обязанностях осужденных. Дело в том, что ведь они не просто должны находиться в тех помещениях, в исправительных учреждениях, в которых они находятся, и просто там, скажем так, проводить время. А ведь у них существует определенная обязанность, не так ли? Да, конечно. Каждый осужденный, согласно ст. 103 Уголовного исполнительного кодекса, обязан трудиться в местах и на работах определяемых администраций удержания. Но это вообще не конституционное право, как некоторые осужденные понимают его неправильно. Это обязанность трудиться в тех местах, где администрация им обязана представлять с учетом их пола, возраста, состояния здоровья, возможностей и необходимости по специализации. Но с учетом имеющихся рабочих мест. Но здесь, конечно, еще надо учитывать то, что мужчины, осужденные старше 60 лет, и женщины старше 55 лет, то есть пенсионного возраста, а также осужденные инвалиды первой или второй группы, обязаны трудиться только с их согласием. То есть администрация обязана их тоже строить с их согласием. Другие обязанности существуют, кроме трудиться? Ну, кроме обязанности трудиться, у осужденных обязанности существует воспитательный характер. Они, те, которые не работают, ну и те, которые работают, конечно, в свободное работа время, обязаны ходить на мероприятия воспитательного характера, на культурно-воспитательные мероприятия, на другие мероприятия, которые предусмотрены правилами внутреннего спорядка. Значит, в каждом удержении действуют правила внутреннего распорядка, удверженные начальником колонии, и эти правила, они регламентируются, разрабатываются на основании типовых правил, значит, внутреннего распорядка, удерженного Министерством Юстиции РФ. А что будет, если осужденные эти обязанности не будут выполнять? Ну, грубо говоря, будут отлыниться от работы, не будут являться на те самые воспитательные мероприятия, будут нарушать распорядок дня? Ну, в законодательстве мы предусмотрены ряд мер воздействия. Это выговора, как устные, так и письменные. Это децентральные штрафы, размеры до 200 рублей. Это водворение ШИЗО на 15 суток. Это водворение помещения камерного типа до 6 месяцев. Или там водворение дизельного помещения камерного типа до 1 года. Если осужденные признанным нарушителем условного порядка этого наказания могут быть переведены, как по представлению администрации с участием прокурора, могут быть переведены также и более суровые условия наказания. Это как вплоть до тюром. А существует ли система поощрения для тех категорий осужденных, которые хорошо и добросовестно работают, не нарушают порядка обыдения наказания? В колониях как общего, так и строгого режима существуют такие режимы, как общий порядок, облегченный порядок и суровые условия содержания отбывания наказания. Здесь они существуют как? В первое время, когда осужденные поступают в колонии, они отбывают наказание в общих условиях. По истечении 6 месяцев, если они не нарушают правила внутреннего распорядка, соблюдают трудовое законодательство, и при отсутствии взысканий они могут быть переведены после 6 месяцев на облегченные условия. А если наоборот, они нарушают правила внутреннего распорядка, не хотят работать, взрослые нарушают, они могут быть переведены на суровые условия содержания. А переводы, обычно перевод на облегченные, возможно, когда, скажем, через полгода, как я уже сказал, а вот если они начинают завершать поступки делать, тогда их могут перевести обратно уже, как из облегченных на общие или даже на суровые. Но обратный переход уже надо доказать, уже практически это невозможно. Ну вот вы сказали, существуют обычные, облегченные и строгие условия отбывания наказания в успирательных учреждениях. В чем различие это вообще между ними? Ну, условия содержания, это, конечно, опять же, зависит от строгости порядков отбывания наказания. Но к этому можно добавить обычным условиям, если переведены на облегченные. Им дополнительно начальник колонии может дополнить как количество свиданий, как количество получения передач, так и размер разрешаемых расходов на продукты питания, на предмет необходимости, которые у них имеются деньги на личных счетах, а также могут даже облегченные условия, могут быть даже представлены кратковые свидания за пределы колонии. Спасибо. А мы как раз хотели показать сюжет об одном из правительных учреждений Чувашской республики. Основная цель исправительных колоний – помочь осужденным осознать свои ошибки и встать на путь исправления. Благие намерения поощряются. Чем лучше поведение, тем больше преференций. Основные различия в условиях проживания и в количестве посылок, свиданий и доступных денежных средств. Примерное поведение дает надежду на условно-досрочное освобождение, а за нарушения, наоборот, положены ограничения. Кроме того, отбывающие наказания могут реализовать право на труд и образование. В принципе, производство разноплановое. То есть, возможно, есть трудоустройство по возможностям, по способностям осужденных. Также есть ПТУ при учреждении, где по четырем специальностям обучаются, сожжено последующее трудоустройство на предприятии учреждения. Осужденные трудоустроены в промышленную зону учреждения и также на хозяйственное обслуживание. С осужденными регулярно проводятся разъяснительные беседы касательно их прав. На полках, кроме художественной, много юридической литературы. Уголовно-исполнительный кодекс – одна из самых популярных книг. Во время приезда прокурора осужденные могут лично задать интересующие их вопросы. Кроме ежемесячных целевых проверок, прокуратура проводит комплексные проверки с участием представителей МЧС, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда. Целевые проверки прокуратуры направлены на, во-первых, не допустить нарушения в колониях, и, во-вторых, на улучшение жизни и быт осужденных. Чтобы не допустить, скажем, это, конечно, не допустить улучшение этого состояния, чтобы не были болезни среди осужденных, не говоря о смертельных исходах. Эти клумбы и фигуры сделаны руками осужденных, по их же инициативе. За колючей проволокой у многих открываются удивительные таланты. Предпочтут ли они реализовать их на свободе или будут дальше оттачивать мастерство в местах отдаленных – исключительно личный выбор. Петр Петрович, если мы прекрасно понимаем, что специфика жизни осужденного, которая проходит в изоляции от общества, в том числе от изоляции от лиц противоположного пола, заключается в том, что он, как бы сказать, находится в замкнутом пространстве и в какой-то степени это напоминает армию со свойственной дедовщиной. Есть ли у нас в исправительных учреждениях Чувашской республики, например, расслоение между осужденными по определенным, может быть, каким-то признакам, принципам? Есть ли неравенства? Есть ли случаи, например, унижения человеческого достоинства, издевательства, связанных как раз-таки с подобным расслоением? И как должна реагировать, вообще должна ли реагировать администрация учреждения на такие факты? Администрация удержения ни в коем случае не должна поддерживать такие порядки. В любом случае, администрации колоний, они в пределах своих полномочий должны воздействовать своими силами и средствами и пользуются так называемыми авторитетами в колониях. Они не должны пользоваться. Например, те же самые, как мы узнаем, авторитеты могут надавить на тех, которые будут послабее. И они, вне зависимости от своих желаний, могут нарушать аспират огня. Например, им могут запретить ходить вместе обедать. Если администрация, закрывая глаза, за нарушение такого распорядка начинает наказывать осужденных, которые уже не по воле своей, как я уже сказал, воле нарушают распорядок, и это будет двойной стандарт. И, естественно, это может привести к тому, что недовольные осужденные могут начинать нарушать распорядок огня. И администрации, вместо того, чтобы пресекать эти нарушения, начинают поборствовать, как, скажем, поддерживать нарушителей правил распорядка поднащения осужденных. А если у осужденного есть реальная угроза безопасности его жизни и здоровья, он может как-то реализовать свое право на безопасность? Есть ли какие-то механизмы, которые позволяют это сделать? В стадии 13, вовольную исполнительность кодекса, конкретно описано, что осужденный, если он чувствует, что у него есть реальная угроза жизни и здоровья, он имеет право обратиться к любому сотруднику, должностному лицу колонии. А сотрудник, должностному лицу колонии, получив такую информацию, немедленно должен принимать меры по изоляции его и по защите его личности, как здоровья, так и безопасности. Ну, вплоть до того, что его перевести даже в другие колонии. А если в отношении осужденного, допустим, совершается преступление, вот как вообще расследуются такие преступления, кем расследуются, как на практике это происходит? Если в отношении осужденного совершается преступление другими осужденными, значит, администрация колонии имеет право провести проверки. Но поскольку они не обладают согласно уголовно-профессиональному кодексу, значит, орган дознания проведения проверки и профессиональной проверки, они обязаны провести служебную проверку и в течение трех дней собранный материал, если его усматривать в состав преступления, направить к комитетным органам, как органам полиции, так и органам следствия комитета, в зависимости от их компетенций. Ну, естественно, если администрация это не будет делать, это называется как бы сокрытие преступлений. Ну, если такие моменты бывают, ну, если бывают, будут, значит, естественно, прокуратура немедленно должна реагировать вплоть до проведения своей проверки и направления материалов комитетных органов. А вообще, Петр Петрович, во сколько Вы доступны? Как легко Вам можно обратиться к осужденным в том случае, если требуется помощь прокурора? В каждой колонии имеется телефонная прокуратура, значит, адрес. Также в каждой колонии имеются, значит, телефоны уполномоченных по правам человека, как Российской Федерации, так и Чувашской Федерации, общественные наблюдатели комиссии. И осужденные, значит, имеют право звонить, могут звонить. Также в каждой колонии установлены таксофоны, есть у них на личных счетах деньги, на основании этих денег они могут звонить. Спасибо. Я еще раз напоминаю, что с нами был чебоксарский прокурор по назору за соблюдением законов по справедливым учреждениям Чувашской Республики Петр Петрович Филиппов. В условиях гуманизации современного правосудия, направленного на применение альтернативных лишений свободы видов наказания, данная мера все же остается достаточно востребованной. Да более известная фраза «вор должен сесть в тюрьме» справедлива и сегодня. Однако это вовсе не значит, что осужденный, оказавшийся за решеткой, и так терпящий тяготы и лишения, перестает быть человеком со всеми его правами, которые нужно уважать и при необходимости защищать. Ведь задача государства – направить на правильный путь того, кто некогда отступился, а не сломать окончательно, подорвав всякое доверие к нему. До новых встреч в эфире.